13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». В микрофон у Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает член регионального штаба Российского народного фронта Константин Сечихин. Константин, добрый день. Добрый день. Ну что, по городским проблемам пройдёмся мы с вами. Состоялись торги по отбору подрядчиков в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Цитирую по сайте администрации города Кирова, потому что много было претензий у администрации к СМИ, что исказили количество участков дорог, количество сэкономленных средств и прочее. Поэтому я обращаюсь к сайту администрации. Это я цитирую Вячеслава Николаевича Симакова, который всё ещё исполняет обязанности руководителя отдела благоустройства, несмотря на то, что уже утверждён замом главы города по Первомайскому району. Так вот он говорит, что по итогам аукциона определён 9 подрядчиков, которые займутся работами по ремонту уличной дорожной сети, и областного центра. Ещё раз, всего запланировано 55 участков. И экономия по итогам торгов составила 100 миллионов 702 тысяч рублей. Во-первых, мне интересно, как Вы оцениваете результаты торгов с точки зрения определённых подрядчиков, напоминаю, их 9, которые займутся этим самым ремонтом. Что они из себя представляют? На сегодняшний день мы с Вами пока официально не знаем, кто они, кто они, да? Причём, потому что только 10 мая будут подписаны с ними контракты, и после 10 мая мы с Вами официально, я говорю, официально можем заявлять о том, кто они, как их зовут, и кто должен будет выполнять работы согласно контрактов. Но на данный момент со стороны рабочей группы, со стороны меня, как бы у нас есть уже какие-то... Рабочей группы по контролю за ремонтом дорог на базе общественной палаты? Да, 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 на базе общественной палаты. У нас сейчас на данный момент есть какие-то предположения, есть уже... Какие? ...результаты какие-то, ну... Кто выиграл торгов? Да, да, кто выиграл торгов. Мы примерно уже понимаем, что без участия ГДМС данная работа точно не будет проходить. Значит, ГДМС участвовал в торгах и какой-то из этих контрактов выиграл, если может быть не один, а не два, а может быть три, четыре, да? Вот, точно есть предположение, что в область зайдет и нагородний подрядчик, кто именно сейчас пока еще неизвестно. На сколько контрактов? Ну, как минимум на два контракта. Вот, точно известно, что один из контрактов выиграл Вят Автодор, будет выполнять работы в городе Кирове. Ну, по остальным подрядчикам, которые там, там же у нас, по сути, получается... Еще два треста и все. Ну, да, у нас, смотрите, у нас там три основных контракта, крупных контракта, это по основному контракту, где было порядка 400 миллионов, там 426 миллионов рублей, где падение произошло на 70 миллионов, да, это основное крупное падение, практически вся эта экономия за счет одного контракта и получилась. Вот. И второй контракт на 380 миллионов, и один контракт на 90 миллионов. Ну, это основная такая сумма. Все остальные, это маленькие контракты, там, по 16, по 8, по 10 миллионов рублей. Их раздробили среди небольших подрядчиков. Кто они? На данный момент есть вопросы, кто они и как они будут выполнять работу. Посмотрим. Ну, вот что пишут в интернете, в комментариях люди пишут следующее. Сегодня торги были, большую часть от миллиарда забрали московские компании прокладки с падением цены в 17%. Местные ребята, которые умеют делать дороги, забрали лотов всего на 140 миллионов. Где-то все-таки, в общем, как собрались варяги делать дороги с таким дисконтом, вопрос. Ответ, предположение, кедок субподрядчика. Нет, давайте так, как бы. Есть опасения такие у вас? Вот эти все предположения, как бы, многие говорят, там, тут, вот так. Официальной информации не было. Официально контракты не подписаны. Когда они будут, 10 мая будут подписаны официально, а 12 мая мы проведем, у нас уже есть договоренности с Дирекцией дорожного хозяйства, мы проведем рабочую встречу с подрядчиками. Мы, это ваша группа. При общественном палате совместно с Дирекцией дорожного хозяйства проведет рабочее совещание, куда позовут подрядчиков, куда позовут Дирекцию дорожного хозяйства, как заказчика данных работ, ну и будет общественность в лице нашей рабочей группы при общественном палате. Вот, и тогда мы, глаза в глаза, сможем увидеть тех людей, которые захотят прийти на эту рабочую встречу, тех подрядчиков, которые будут выполнять работы в городе. То есть, это не обязательно, этот переход на эту рабочую встречу? Нет, ну это же не обязательно. То есть, они могут и вас проигнорировать? Конечно, мы же, общественность, с нашей стороны была такая инициатива, Дирекция дорожного хозяйства поддержала эту инициативу, и порядка на 12 число, на 12 мая мы договорились, что постараемся собрать подрядчиков, те, кто захотят прийти, и, конечно, задать им те вопросы, которые нас интересуют. Ну так вот, кроме того, что вы посмотрите глаза в глаза друг другу, какие конкретные вопросы вы хотите им задать? Ну, во-первых, когда все-таки они приступят к работе, потому что с момента подписания контракта они должны приступить к работе, это именно после 10 мая, да, охота узнать правду, когда же все-таки приступят к работе, потому что, ну, я лично не верю, что они вот 10 мая сразу выгонят технику, и у нас здесь начнется интенсивное строительство, ремонт дорог. Почему? Потому что только одних согласований надо будет провести по объектам, там, не на один день, как минимум еще на полмесяца, да. А, это сейчас, правда, от того камеша был брошен в сторону администрации, которая сказала, что после 10 мая начнется массовый ремонт дорог в городе. Камешек, не камешек, но мы должны все реально представлять сроки согласования, сроки согласования с ГИБДД, перекрытия дорог, да, сроки согласования по поводу перекладки, может, сетей где-то там получится, по ледневой канализации, мы должны это реально понимать. Какой срок вы даете? Когда вы думаете, начнется массовый ремонт? Ну, я даю, что не раньше 20 мая. Не раньше 20-х чисел? Да, не раньше 20 мая, плюс погодные условия у нас, сами вы представляете, какие, да все живем мы в Кировской области, у нас может быть месяц солнца светить, а может месяц до щитить. Вот это интересно, что у нас здесь, во-первых, там, да, еще не объявлены итоги, не названы эти люди, ну, то есть, вот, вроде выбрано 9 подрядчиков, но мы пока не знаем кто, да, правильно я понимаю? Практически. Второе, подписаны будут договоры 10-го числа, третье, согласование, различные согласования с городом, с ГИБДД и прочее, еще дней 10, но ведь вот этот крупняк, который вы назвали по большим контрактам, ГДМС, некая иногородняя компания, в интернете предполагают, что это московские все-таки подрядчики, и Вятад Автодор, они своими силами выполняют или через субподрядчиков эти работы? ГДМС, мы с вами убедились в том году, они своими силами выполняют все работы. ГДМС своими силами, у них техника есть, рабочая есть. Вятад Автодор тоже практически своими силами выполняет работу. Тоже техника есть, рабочая есть. Конечно, а вот кто придет иногороднее, и будет ли он выполнять работу, потому что... А иногороднее на какой контракт? 1400, 380, 90? На данный момент неизвестно на какой контракт, да, просто суть в том, что при любом стечении обстоятельств, 10 мая мы узнаем, подписан ли с иногородним контракт, либо не подписан, может быть, второй пакет документов, который сейчас на данный момент проверяется, может он с чем-то не сойдет со стихи, ну, с требованиями, если данный контракт просто с ним не подпишется, да. Вот из этого мы решили, что лучше 12 мая официально уже, как говорится, имея при себе документы, подписанные с подрядчиками у дирекции дорожного хозяйства, будет уже официально об этом говорить. Потому что сейчас с вами предполагать, разводить какие-то слухи, домыслы... Хорошо, мы не будем, но вопрос... Это не есть. Вопрос все-таки, если с ГДМС вы уже понимаете, как работать, как их проверять, как они работают, ВИАТ-Автодор тоже вам достаточно понятен и известен, вы понимаете, как вы будете проверять и работать. Почему вызывает опасения приход иногородней компании, если я правильно вас поняла, потому что непонятно, с чем они зайдут, с какой техникой, подрядчикам или с субподрядчиками, как будет организована работа. Это вызывает вопрос? Опасения, они всегда есть, потому что любая компания... Давайте посмотрим просто по ИНН, узнаем дату регистрации, и посмотрим опыт работы потом, впоследствии. Если мы поймем, что эта организация, например, иногородняя, либо еще какая-то местная, которая имеет опыт работы, понятно, опасений будет меньше. А если этой опыта работы не будет? Если эта организация создана в январе 2017 года примерно, либо еще что-либо, какие-то моменты, которые в рамках конкурсной документации отойти было нельзя, нет таких противоречий. А в рамках основной деятельности организации, да может, она раньше только клумбами занималась, а сегодня решила дороги делать. Вопрос-то в этом. И охота, как в глаза в глаза, посмотреть этому директору, этого предприятия, и уточниться, если у него есть тот штат сотрудников, тот объем техники. Может, он контракт выиграет, а скажет, «Да я на суд подряд ГДМС возьму». Никто же не запрещает, правильно, выбрать на суд подряд какую-то местную организацию, либо СУ-43, либо еще какую-то, Вят Автодор этот же возьмет. Вот для этого мы решили 12 мая собрать данное мероприятие. Хорошо, после 12 мая обсудим этот вопрос здесь, в этой студии. Сейчас прервемся буквально на полминуты, и снова в особом мнении Константин Сичихин его и представит. Продолжается программа «Особое мнение». Его сегодня представляет член регионального штаба Общероссийского народного фронта Константин Сичихин. Поскольку он же является руководителем рабочей группы при общественной палате Кировской области по контролю за ремонтом дорог, мы дорогам традиционно уделяем достаточно много времени. Экономия в 100 миллионов рублей. Некоторые СМИ сообщили, что 116 миллионов рублей администрация поправила. Что она нам дает, и как будет происходить отбор участков, вот тут сказано, что будут отбираться участки, на которые эти дополнительные средства, сэкономленные, будут, собственно говоря, и брошены. Ну, такая хорошая экономия. Это хорошо, что это экономия, или это плохо? Да это, вот знаете, как бы размышляют на эту тему, да, хорошо или плохо. С одной стороны, да, хорошо. Почему? Потому что 100 миллионов рублей на дороге не валяется для города Кирова, да. И если мы, знаете, как бы город, администрация смогут отремонтировать еще порядка 10 километров дорожной инфраструктуры города, это большой плюс. Эту же улицу Концомольскую может быть подремонтирована. Наконец-то. Ну, как бы люди просят, реакция со стороны администрации должна быть положительной. Вот как раз и увидим. Почему? Потому что в ближайшее время они должны предоставить информацию после подписания, опять же скажу, контрактов, потому что тогда уже точно, после 10 мая они должны будут предоставить полную информацию, какие улицы будут ремонтировать. Почему? Потому что в рамках федеральной программы в течение мая надо эту информацию уже передать в Москву, в федеральное ведомство, чтобы они там утвердили дополнительные, ну, как бы вот эти денежные средства, на какие улицы они пойдут. Сроки очень ограничены, надеемся, что эти сроки не затянут, и в мае месяце, мы уже, к концу мая, дирекция должного хозяйства выйдет на торги на остаточную сумму. Ну, это как бы плюс, а минус? А минус, а вот мы с вами и посмотрим минус, потому что нас неоднократно подрядчики уверяли, что за те деньги, которые делают улицы в городе, делать невозможно. Качественно. Да, качественно делать невозможно. А у нас с вами по одному аукциону падение порядка 20%. На 70 миллионов. Да, на 70. Вот тогда мы с вами сейчас увидим, а возможно при таком падении делать улицы качественно, либо невозможно. Либо традиционно со снегом сойдут. Да, либо традиционно будет традиционно. Вот, это большой действительно вопрос. И минус конкурсов и аукционов, о котором давно говорят, кстати говоря, и сами администрации, господи, участники администрации, хотелось сказать. Сами представители администрации. Вот охота сейчас увидеть, во-первых, кто выиграл этот контракт при таком падении, да, и насколько он сможет выполнить те работы, хотя ранее нам неоднократно ГДМС, Виат Автодор, Министерство говорили, что у нас и так, мы и так дешево делаем, и так по заниженной цене, а тут на тебе и по одному аукциону падение на порядка 20%. Рассказывает, раз ГДМС и Виат Автодор говорили, то они не роняли эту цену на 70 миллионов, а кто-то другой это сделал. Время указано. Имя это мы узнаем после 10 мая. Давайте мы сейчас к состоянию дорог после зимы перейдем и к контролю за исполнением гарантийных обязательств со стороны рабочей группы, которую вы возглавляете. Хотелось бы об этом поговорить. Прежде чем об этом заговорим, я хочу привести один пример, который сейчас прямо я и открою. Во-первых, рабочая группа, пока я ищу свою ссылку, во-первых, рабочая группа, она готова. Вы сейчас в каком состоянии находите по контролю именно за гарантийными обязательствами те дороги, которые были сделаны в прошлом году и сейчас нужно их находить? Нарекания есть. Мы потому что еще в начале марта, когда только более-менее снег сошел с дорог, мы проехали, посмотрели по городу, в каком состоянии находятся улицы. Также и общероссийский народный фронт совместно с Росавтодором проезжали по некоторым участкам города Кирова, тоже осмотр проводили. Есть нарекания по продольным поперечным трещинам, есть по улицам, есть провал в некоторых местах. Да, конечно, глубокие ямы, либо еще что-то, либо не обнаружено, кроме улицы Герцена и на перекрестке с улицы Горького. Там есть пристыки, образовались уже, можно сказать, ямки. Я думаю, что данная уже информация в дирекцию дорожного хозяйства поступила. Также дирекция говорит, что они свои акты, акты свои составляли уже под тем недочетом, которые есть. Обещают, при сухой погоде подрядчики приступят к выполнению. Ранее те подрядчики выполняли наши дороги в городе Кирове, они приступят к работе, а именно к устранению данных нарушений, которые уже на данный момент выявлены. А все подрядчики находятся на месте? Никто не убежал? Все к нам разыскать? В том году-то максимум две организации работало в городе. Это ГДМС, которая никуда не делась, как работа, так и работа. И еще одна ГОУ. Они тоже, по крайней мере, информация есть, что она никуда не делась, она находится в городе. Вот я нашла сейчас буквально новость вчерашнего дня на портале первоисточника. Зла не хватает, Кировчанин повредил пампер машины, влетев в яму на Егоровской. И такие фотографии очень впечатляющие. Ну, яма-то, я вам хочу сказать, так себе, как везде. Здоровая, размеровая машина, яма, как везде. Но вырван под крылок, помято крыло, сорвало бампер. С жалобой на ужасное состояние дороги в редакцию обратился некий Дмитрий. И он говорит, что 25-го числа вот у него ДТП произошло, ехал на своем Вольксвагене по улице Егоровской со скоростью 15 км в час. Тем не менее, нырнул в одну яму, которую уже не мог разглядеть, там была вода. От удара землю автомобиля вырвало под крыло, погнуло крылой и пампер зацепило. Он сейчас собирается судиться, собственно говоря. Каковы его шансы? Я думаю, у него шансы практически стопроцентные. Просто надо уточнять, в чем подведомцы находятся данные участки дороги. Вот если это подведомцы муниципалитета города Кирова, то, конечно, город Киров, муниципалитет будет отвечать в данной ситуации. Потому что... Как отвечать деньгами? Ну, так. Как суд решит. Суд решит деньгами, значит деньгами будет решать. Если суд решит по-другому, значит по-другому. Может ремонтировать сами будет. Все равно у нас все измеряется в денежном эквиваленте. А как уж суд, так суд решает в данной ситуации. Вот. И я думаю, что на данный момент шквал таких обращений. Не только один гражданин на улице Егоровской свою машину повредил, потому что и к нам на электронную почту иногда сообщения поступают. И в соцсетях очень много обращений идет. И фотографии граждане вскидывают, где там один в яму влетел, в другой стойку пробил, третий колесо повредил. Также мы с вами недавно наблюдали автомобиль Субара, я помню, на одном снимке, тоже в районе улицы Ленина, где-то там в районе школы провалился. приличным, при том, таким же образом повредил бампер. Это говорит о том, что инфраструктура города, улиц становится все хуже и хуже, особенно смежных улиц. Я уж не говорю про центральные, особенно улицы, которые у нас там не дворовые, но, например, они там между, вот, как вот этот автомобиль Субара, эта улица считается улицей Ленина, но этот участок дороги не сама улица Ленина, да, а это участок между улицей Ленина и Верхосунской. Там находятся два соц. объекта, это школа, детский садик, да, и эта улица, она практически в год раза три-четыре, я просто сам по ней часто езжу, делают ямочный ремонт. И вот таких улочек маленьких, они даже улицами-то не назвать, да, промежуточными, их очень много в городе, и вот улица Егоровская, она, наверное, такая же, а ее просто никто не делает. хотя там неоднократно службы ККС, КТК копают, перекапывают, залатают. Поэтому, наверное, не делают? Ну, наверное. Они же знают, что там дырявые трубы. Так, я сейчас дам возможность сделать глоток воды Константину Сечихину, чье особое мнение сегодня мы выслушиваем. Мне интересует еще ваше мнение по поводу перестановок в администрации города Кирова. Буквально вчера было заявлено, что Вячеслав Семаков утвержден на должность заместителя главы администрации города, и он будет руководить Первомайским районом. А Михаил Долгополов, который с этого поста уходит, с поста руководителя Первомайского района, его бросают на Октябрьский район, и он его возглавит. Что это за рокировка такая? Она вам понятна? Нет, ну... И кто, кстати, останется на благоустройстве? Вот это вообще не объявляет. Вот нам больше сейчас вопроса нас волнует, а кто же останется на благоустройстве? Я напоминаю, что Вячеслав Семаков возглавлял департамент. Да, Вячеслав Семаков возглавлял, Вячеслав Семаков не могу сказать хороший, не хороший специалист, но по крайней мере отзывчивый специалист, да, да, с какой-то точки зрения мы с ним никогда не сходились по мнениях в рамках благоустройства города, но все-таки он чиновник, и он должен придерживаться мнения администрации, мнения города, да, вот, по поводу Долгополова, он с большущим опытом работы, все-таки порядка, там, 12, говорят, лет, он возглавляет ТЭР-управление Первомайское, и вот если этот опыт он передаст в Октябрьский ТЭР-управление, ну, значит, Октябрьское ТЭР-управление заживет с другой нотки, а Вячеслав Николаевич поздравляем с повышением, будем дальше работать, а как? Вот я сейчас пока ничего не поняла, я не поняла, зачем нужно было Долгополова перебрасывать на Октябрьский, а не оставлять его в его родном, изведанном, понятном Первомайском районе, почему Симакова, наверное, на Октябрьский-то не поставили, что это такое, и почему нам до сих пор не заявляют, кто возглавит благоустройство? Ну, как я... Как так, два таких важных решения, и не говорят, кто на благоустройстве? Как я вижу, как я вижу лично, да, Октябрьский район очень большой район, а Первомайский намного меньше, и как бы в Октябрьском районе требуется опытный специалист, опытный управленец, да, в этом лице товарища Долгополов, а Первомайский район, он уже обхоженный, он уже отструктурированный, да, и Вячеслав Николаевич на данный момент проще... Как начинающему заместителю главы, ему проще на данный момент начинать уже работать в том районе, в котором так-то и все понятно, и уже структура отлажена, и работает он не первый год в том направлении, да, но вопрос, а кто же будет сейчас за Вячеслава Николаевича, вот это большой вопрос, почему? Потому что, по крайней мере, как мы называли Вячеслав Николаевича, он у нас человек, как губка, он воспринимал очень много негатива со стороны граждан, со стороны общественности, но при этом всегда мог, как говорится, держал себя в тонусе, держал себя в том, как говорится, никогда голос не поднимет, никогда не крикнет еще, хотя негатива, вы сами понимаете, очень много в его адрес идет и шло на данный момент, да, кто будет такой же на месте его, а это очень необходимо, правда же, это очень необходимо, потому что, понимающий и способный держать удар чиновник, который еще и работу свою работает, конечно, конечно, а были предположения, что придет человек из правительства, кто-нибудь типа Ильи Шульгина, например, что придет человек из правительства, опять же, варяг, и займет эту должность, и так будет укрепляться администрация города Кирова новыми людьми, которые туда будут внедряться благодаря новому областному правительству. все возможно, мы же не можем... Плохо это или хорошо, кстати говоря? Все зависит от специализации человека, насколько он профессионально подойдет к этому подходу, ну, к своей работе, насколько он понимает эту работу, насколько он понимает эту структуру. Вот пришлют нам, например, господина Шульгина, но это все еще не пост главы администрации. Пост главы администрации. Он подбирается так, окружает этот пост. Мы сами... Время покажет, мы с вами увидим, как что-то дальше будет, да, по крайней мере... Время вашей работы с администрацией, в том числе и города, что показывает? Пора обменять? Нет, ну, по крайней мере, с приходом Андрея Юрьевича, Менькина, да, ДДХ стало более открыто для нас, для общественности, для рабочей группы, да, по крайней мере, вот, даже то, что я вам рассказал про 12 мая, да, мы с ним этот вопрос решили за час. И без всяких переписок, без ничего, просто созвонились, договорились, чтобы не было вот этих слухов, домыслов, кто будет, как будет работать. Час разговора, вопрос решен, есть договоренности, да, она устная договоренность, но нам и общественности, и письменности не надо, нам хватает и устной договоренности. Если есть договоренность, значит, они со своей стороны пообещали подрядчиков позвать на данное рабочее совещание. Правильно я вас понимаю, что свежая кровь, на ваш взгляд, она необходима? Она, не то что, она обновляет, понимаете, она обновляет структуру работы, она обновляет работу самого ведомства, подведомства, где эта новая кровь появляется, и новые взгляды, они всегда необходимы, это правильно. Не надо бояться варягов, администрации города Кирова, и вообще, неплохо бы свежей крови влить в эту работу, сказал Константин Сичихин в своем особом мнении. Сейчас прервемся на две минуты и снова в студии. Да, это действительно программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает член регионального штаба ОНФ Константин Сичихин. Вот я уже даже не буду представлять в этой части вас как человек, который возглавляет группу по контролю здорового и строительства, потому что больше здесь, наверное, к вашей роли в ОНФ обратимся. Потому что как представитель ОНФ вы бывали в ближайшие выходные на форуме сообщества? Стоит общественная палата. А, как? А, все-таки, да. Ну, хорошо. Общественник. Да, как общественник. Как общественник. На форуме сообщества побывал Константин Сичихин вот буквально недавно. Значит, форум посвящен развитию гражданского общества. Да, различным, различным совершенно направлениям, вехам и вопросам. И, судя по вашему фейсбуку, там были какие-то важные очень вещи, которые вы не могли просто не комментировать, постоянно постили, и даже инструменты, которые такое ощущение прямо сейчас нужно внедрять у нас здесь, в Кировской области. Во-первых, Институт гражданского общества, он развивается, развивается по всем направлениям, по направлениям не только связанных с НКО, но и с бизнесом, потому что бизнес очень сильно начинает внедряться в Институт гражданского общества. Я просто не знал, что оказывается у нас во многих крупных организациях идет такое направление, как добровольцы. Ну, создают добровольцев просто-напросто, для чего? Просто, вот, например, не хочу назвать, конечно, компанией, а ничего, крупные корпорации, они создают группы добровольцев, таким образом, они внедряют какую-то зависимость между своим персоналом, да, что они там друг другу нужны каким-то образом, да, таким образом, они сохраняют порядка 30% кадров для организации, а для организации, для крупной организации самое основное, это кадры. Новая корпоративная культура. новая корпоративная культура. социальная роль, в общем-то, возвращаетесь к пониманию о важной социальной роли предприятия и каждого человека, который работает на них. Конечно, конечно, вот эти все институты добровольческие, когда они там вместе выезжают куда-то, в детские дома выезжают. То есть, не просто на шашлыки и пиво подпишут, конечно, а для того, чтобы достичь какого-то существенного, влияющего на социум результат. На социум результат. Таким образом, человек, он не только внедряется в коллектив, в рабочий коллектив со стороны, как специалист данного профиля, но и с другой стороны, он становится кому-то, ему кажется, что он нужен, нужен этому коллективу, и без него и коллектив никак. И к этому уже корпорации пришли, большие, крупные организации. И такие организации и в Кировской области есть, оказывается, у которых есть такие же коллективы уже, но это федеральные сети, это не местная организация. Это один из посылов, который был на форуме сообщества, что в бизнес-сообществе сейчас идет переоценка смыслов, переоценка приоритетов. Даже очень много бизнес-сообщества сейчас переоценивает, не только в рамках, как говорится, я вам, я постоянно у вас все беру, а вам ничего не даю. Очень много структур бизнес-сообщества Республики Татарстан выступало, которые рассказывали, как они сейчас на данный момент часть своей прибыли отдают на благотворительность, отдают на благотворительность общественным организациям, создают какие-то свои при организациях общественные фонды, как фонд «Притатнефти», там фонд целый есть у них создан, когда они спонсируют благотворительные организации, выдают гранты и неоднократно помогают и каждый год помогают. Вижу, вижу, тренд меняется. Он не только тренд, когда мы с вами начинали там или начинаются сейчас, когда НКО приходит и просит, просит, просит. Сейчас делают так, что НКО пытаются им рассказать, как не просить, а как, можно сказать, зарабатывать, да. Почему? Потому что не весь бизнес готов крупный бизнес, готов давать деньги на боготворительность, но просто попросить это неправильно, надо предложить. Надо стать партнером. Надо стать партнером. И вот как раз этот форум, который проходил в Казани, форум сообщества, он был нацелен, как НКО, сдать партнера между СМИ, бизнесом и властью. Именно форум был для НКО, потому что форум, он бывает разный, он бывает там, по общественному контролю, да. А этот форум, он именно направленный был, именно как стать партнером для некоммерческой организации. Я вот тоже хотела побывать на этом форуме, у нас просто в это же время был наш родильный фестиваль в Москве, тоже очень важное мероприятие. Хотя, позвольте, я программу процитирую, сообщество, в первый день, да. Первый день для представителей органов государственной власти и бизнеса была организована специальная секция, направленная на обмен опытом и поиск работающих моделей сотрудничества с НКО. То есть, чтобы слушатели просто поняли, не НКО учили, как ходить, просить и прочее, хотя им показывали инструментарий, а обратили внимание серьезное на власть и бизнес, власти и бизнеса, как им сотрудничать с НКО, социальными инициативами и активными гражданами. Да, образовательные блоки для НКО уже предполагали обучение социальному проектированию. То есть, с двух сторон шла вот эта вот история. Вот из этого вытекает мой вопрос. А были ли на этом форуме представители нашей государственной власти правительства Кировской области, может быть, Кировской администрации и бизнеса? Ну, лично я никого не увидел. Из тех людей, которых я знаю, как говорится, в глаза знаю лично, из тех замминистра, министров, да, я там никого не увидел. Может быть, кто-то из специалистов направлялся со стороны области, может, я его лично не знаю, потому что людей было очень много, но вот как есть, так есть. А из общественной палаты Кировской области? Из общественной палаты Кировской области был я только один. Один представитель от всей Кировской области, Константин Семенович. Ну, и то по своему личному желанию туда поехал. Почему? Потому что это интересно, это развитие института гражданского общества, да, и учиться у соседних областей, у тех областей, у которых институт более развитый, а такое, в Казани, он наиболее развитый институт гражданского общества, развитие работы с НКО и работы НКО как в целом в регионе, да, вот это надо учиться, это надо прибрать и привозить сюда, где у нас этого нет. в одном, значит, человек, который может прибрать и привезти сюда, в одном лице у нас появился Константин Сичихин, вы с этим опытом сейчас нагруженным что делать будете? Ну, по крайней мере, вот мне там понравилось два очень простых проекта, два очень простых проекта, это один из проектов называется Агромания, мы, конечно, в области этим тоже, ну, не то, что мы занимались, а библиотеки занимаются, ну, вкратце проект заключается в том, что сельским библиотекам нужны книги, как собирать эти книги, где-нибудь в учебных заведениях, где-нибудь в библиотеках, в крупных библиотеках, где-нибудь в магазинах ставится полка, где-нибудь в каком-нибудь мероприятии ставится полка, где люди могут прийти, положить книгу, и эта книга в дальнейшем пойдет в ту библиотеку, которая нуждается, которая есть в реестре данного проекта. И этот проект, он не нацелен. Да, у нас также книги собирают, и в библиотеке Герценко собирают. Но собирают, когда одна библиотека обращается, когда-то кому-то позвонила, пожалуйста, дайте там. И это не носит массовый. Массовый характер. А этот проект массовый. Он не требует больших финансовых затрат. Он не требует такого большого колоссального времени, чтобы бегать по городу, собирать книги. Обычный, элементарный, легкий проект. Потому что на каждом форуме сообщества, вот в Ярославле был форум сообщества, собрали порядка тысячи с чем-то книг для библиотек. Был еще, не помню в каком городе сообщество, там 1500, говорят, книг собрали. Сколько в Казани, конечно, я не знаю, собрали в книг. Тоже собирали в дни форума. Да, в дни форума собирали книг. И книг несли очень много. Если в первый день их не было, в первый момент их не так много, кто-то приходил просто в магазин книжный из активных граждан, покупал и приносил эту книгу. Но здесь нужно подчеркнуть, почему это важно все-таки. Это не просто игра. Потому что поступление в библиотечные фонды ничтожное. Конечно, ничтожное из-за этого. И особенно в сельские школы, библиотеки. А именно где ли в магазинах? Заоблачные. Заоблачные. Если каждый гражданин готов прочитать книгу и подарить ее в библиотеке, это всегда большой плюс. Это просто один из проектов. Проект, который понравился? Ну, там есть проект еще такой, крышечки называется. Просто сбор крышечек, пластиковых крышечек от бутылок. Как бы в подробности не буду рассказывать. По-моему, у нас тоже что-то. Да, у нас, понимаете, они проекты, они чем-то сочетаются всегда. Но просто есть проекты, которые работают в рамках федерального уровня. Есть проекты местные. Их проектов очень много. Очень. И многие проекты, которые готовы бесплатно внедрять в Кировскую область, главное, чтобы были желающие в этом плане. Плюс даже сама работа структуры НКО местного, местное НКО, выстраивается в другом русле. Там обучали НКО, как делать правильно презентации, как делать правильно пресс-релизы для СМИ. Потому что НКО очень много жаловались. Почему нас СМИ не слышат? Почему мы делаем пресс-релиз? Нам максимум какой-нибудь захудалый сайт, где-то выложил. А то, может быть, и не выложил. Почему такая проблема? И там как раз это обучали. И почему в Кировской области там практически никого не было? Хотя это не Москва наехать, это не Верославль, не все следующие форум-сообщества будут в Ростове. Это далековато. Здесь 400 километров. На машину силы поехали. Да, приехал, 5 часов, грубо говоря, ты там. Но при этом ты оттуда увозишь багаж знаний, багаж опыта и багаж знакомых. Да, это хорошо, да, это очень важно. Основное, как бы, основной, вот когда рассылали всем письма, кто зарегистрировался, да, основной посыл был, возьмите с собой визитки. Это самое важное. Почему? Потому что обмен общением, обмен опытом, обмен знакомства с людьми, это самое важное. Полминуты у нас остается, и мне тут важно все-таки отметить. Вот развитие этого гражданского самого общества пресловутого, это все-таки чья роль? Сама общество или власть должна активно работать над этим тоже? Это должно быть желание власти, первое и очередное, да. Почему? Потому что без гражданского общества, сейчас вы сами видите посылы со стороны федерации, со стороны правительства, со стороны президента сейчас посыл идет, что с гражданским обществом надо работать, с гражданами надо работать, надо больше их привлекать к активным действиям, собирать там, ну, ремонтировать дворы, там, собирать какие-то советы, собирать группу активных граждан. Таким образом будет проще доносить им ту информацию, которая требуется. Даже вот сейчас взять последнее благоустройство дворов, которое будет у нас. Мы, как Общероссийский народный фронт, за этим, конечно, контролируем, смотрим, ходим по дворам, ходим по собраниям, и видим, что активность граждан есть. Потому что я был на одном дворе, где пять лет не было собрания, но ради этого люди собрались, вышли и обсудили, и взяли, ну, составили протокол. А раньше с ними никто не работал. Вот пока им не пришли, как бы там, где-то что-то, но они хотят, они готовы собираться. И потом, когда я уходил со двора, они еще долго, там, наверное, полчаса стояли и обсуждали. Власть? Власть должна быть заинтересована вот в таком активном гражданине. Почему? Потому что чем более он будет активный гражданин, тем быстрее они дворы даже сами будут прибирать. Отлично. Власть должна быть заинтересована в активных гражданах, потому что чем более активнее они будут, тем быстрее дворы превратятся в сады. Это было особое мнение Константина Сечихина. Мы встретимся, мы уже обозначили две темы. Это контроль ОНАФ за благоустройством, за тем, как будет реализовываться этот проект. Ну и после 10-го числа мы все-таки озвучим название тех компаний, которые выиграли контракты по ремонту дорог в городе Кирове и области. Сейчас прощаемся. У микрофона была Светлана Занько. Всем до свидания.